это пульс дня мы продолжаем выпуск на связи со мной писатель историк семён резник семён приветствую вас добрый день ну вот несколько недель как мы говорили о том что казалось бы помощь соединенных штатов украине иссякла до этого объявляли там 200 миллионов долларов небольшие какие-то пакеты и что произошло сейчас помощь оказывают на миллиард долларов объявлены снаряды с обедненным ураном и все это конечно помпезно с прибытием госсекретаря в киев и так далее вопрос вопрос здесь такой на самом деле как вы считаете как быстро это все будет происходить потому что мы уже знаем как это работает допустим на примере f16 которые пообещали еще если я не ошибаюсь в апреле до сих пор ничего не поставлено как вы считаете вот здесь как это будет происходить и какая реакция россии будет если она будет вообще ну к сожалению все это будет происходить вероятно также медленно дозировано и к сожалению вообще я не понимаю почему надо объявлять что америка будет поставлять вот новый тип этих самых снарядов с обедненным ураном решили делаете да эти снаряды как как я понимаю они более таскать пробойные потому что у них они тяжелее они больше веса таскать на единицу объема поэтому они пробивают броню которую обычные снаряды пробить не могут может быть это связано с тем что это позволит стрелять с более дальних расстояний потому что так сказать из которых другие снаряды не эффективны это военный вопрос чисто военно-технологический в котором я не специалист я говорю задаюсь один одним простым вопросом зачем это объявлять всему миру то есть противнику пусть они это узнают как говорится на собственном опыте что касается самих этих снарядов с обедненным ураном есть люди не знаю насколько они экспертны в этом но говорят что эти снаряды токсичные может быть даже радиационные и насколько это может быть вообще все вот безопасно как вы считаете я имею ввиду конечно даже сейчас не не бойцов которые могут чего-то там получить болезни а в принципе заражение для украинских территорий потому что они же будут использоваться на украинской земле вот в дальнейшем как вы считаете насколько это понесет какой-то урон вы знаете я думаю это хороший вопрос я думаю что это серьезное обстоятельство которое надо надо учитывать я думаю что подчеркивается что это объединенные урана даже не так сказать обычный уран именно потому что уран как мы знаем это такой элемент очень тяжелый которым большое число не только значит протонов но и нейтронов который имеет тенденцию к распаду когда обогащенный уран тогда достаточно сильно обогащенный уран тогда этот распад приводит к цепной реакции получаются атомные бомбы поэтому они подчеркивают что это объединенный уран но то что там никакого распада с выделением радиоактивных лучей не не будет этого я не знаю я в этом уверенности не имею вполне возможно что это будет иметь дальнейшие последствия в том смысле что территория будет так сказать ну в какой-то мере небезопасно для людей для окружающей среды и на фоне того что америка ведет так сказать главный фронт и и войны так сказать в кавычках конечно это борьба с климатом то это вызывает ну дополнительно недоумение я бы так мягко выражался что касается ответа россии тут тоже интересно потому что несколько месяцев назад когда великобритания заявила о поставках подобного вооружения я имею ввиду с обедненным ураном да россия отреагировала и владимир путин сказал что будут поставлять ядерное вооружение в украину вы помните да да доставили там какие-то белоруссии да 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 простите в белоруссию доставили какие-то ракеты лукашенко там был очень счастлив вот сейчас после объявления соединенными штатами как вы считаете какие шаги или хотя бы слова могут высказать российские власти ну какие слова естественно не высказали уже уже высказали что они этим так сказать возмущены есть такая информация что сами они имеют такого рода снаряды из и используют их причем у них уран не обогащенные а так сказать обычный на так что они еще более опасны но вы понимаете что война это это не шутки это не перебранки это ежедневная гибель людей это это разрушение инфраструктуры которые потом надо будет восстанавливать годами десятилетиями я знаю так сказать что так сказать такие активные сторонники украины они очень активно говорят что вот россия за все это заплатит на них наложит контрибуцию даже если это будет так даже если украина освободит свои территории до конца и так сказать наложит на россию контрибуции которые оплатят вот все это восстановление это восстановление все равно продлится годы я помню ребенком да может быть десятилетия я помню ребенком что было после второй мировой войны когда и вот эти освобожденные территории их восстанавливали и и так далее мои мой отец в этом участвовал так что понимаете это это все страшное преступление которое творится продолжает творится на наших глазах и реакция запада с моей точки зрения неадекватно потому что они должны принимать более жесткие меры и так сказать но война и есть война прямого участия американских войск там нет если слава богу что украина держится бьется своими силами но мы должны понимать что она защищает нас они только себя и поэтому когда говорят что вот дают помощь украине миллиарды а у нас вот своих проблем много вот у нас беженцев тут так сказать нелегалых нелегальных этих эмигрантов как они неграмотно это называют которые сейчас вот запрудили нью-йорк и там творится черт знает что и в чикаго видимо не менее не менее серьезная ситуация но просто они меньше говорят то вот мы а мы зачем нам помогать украине такие тенденции тоже есть они очень опасны потому что украина защищает нас она защищает нашу страну и страны западной европы ближайшие страны польша румыния понимают это лучше чем у нас здесь в америке ну это понятно мы далеко до нас не скоро дойдет семён спасибо большое за то что нашли время присоединились к нашей программе сегодня это был автор журналист писатель историк семён резник спасибо вам спасибо вам